Он пишет уже 4 года. Сначала, что называется, в стол, потом стал публиковаться в литературных журналах. Одно из произведений Александра Котюсова по версии портала Proza.ru стало лучшим рассказом прошлого года. Причем, когда он отправлял Женькину квартиру на конкурс, знал, что с таким материалом можно рассчитывать на победу. Поскольку этот рассказ уже был опубликован, и он был опубликован в конце прошлого года, я уже сказал, в журнале «Сибирский огнив» в Новосибирске, и я разговаривал с главным редактором журнала. Он сказал, что, еще раз подчеркиваю, это не очень скромно с моей стороны, но он сказал, что за два года это лучшее произведение, которое было опубликовано в их журнале. Творчество Александра Котюсова связано с его жизнью. Почти все, что происходит в его рассказах, это истории, которые происходили с ним самим. Женькина квартира исключением не стала. Это не гламурная история, в ней нельзя найти ни баров, ни ресторанов, ни ночных клубов, ничего. Она где-то даже страшная. Некоторые пишут, что читаешь мурашки по коже, и что, наверное, даже не стоило бы это опубликовать и писать об этом. Но я так не считаю. Я считаю, что написав о реальных, о реалиях, о реальных ужасах, может быть, мы должны стать лучше. Здесь история простого парня Женьки. Он рано потерял мать, отца вообще никогда не видел. Жизнь длинной не получилась. Женька катился по социальной лестнице, пока не оказался, что называется, на дне. В итоге сгорел в собственной квартире. При этом автор говорит, что не все в этой истории правда. Такой человек был. Именно в моей жизни его действительно звали Женя. И я действительно с ним общался в течение какого-то продолжительного периода времени. Другое дело, что многие вещи там придуманы. Я придумал историю про его мать, историю про то, как возникла эта квартира. Я не знаю, жив ли он в рассказе «Я его убил». Я, наверное, зря сейчас говорю вот эти вот тайны писательские. Я считаю, что в этом рассказе 50% придумано, но 50% правда. Теперь Александр Котюсов будет издавать все свои рассказы. У него уже есть одна книга. Осенью почитатели его таланта смогут увидеть вторую. Екатерина Билинская, Александр Быков, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...